Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас еще чуть-чуть счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас. Спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, но и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и верить гиппо-позитивом. Ну что, моя дорогая, мы это знаем. Если женщина захотела изменить что-то в своей жизни, 80% это то, что она начнет менять свою прическу или цвет волос. Вот интересно, как с этим обстоят дела у мужчин? Сегодня мы с тобой здесь, в барбершопе Борис Бритва. И увидимся своими глазами. Тебе, кстати, ничего не надо удалить здесь. Гусик, нет, все нормально. Но теперь я понимаю, почему некоторые мужчины так много уделяют времени и своей внешности, зная, что с таким перечнем услуг я бы тоже здесь задержалась. Ну, минимум на полдня. Анзур, скажите, пожалуйста, зачем приходят мужчины в барбершоп? Кальфовать. Ну, а если серьезно, это повысить свою самооценку, ну, также свой внешний вид улучшить, ну, и, конечно, отдохнуть. Ну, вот смотри, в барбершопе, помимо привычных услуг, ну, я имею в виду стрижку, бритье, еще есть коррекция бровей, чистка лица, массаж лица и головы, а еще королевское бритье. Это когда Елизавета II приезжает брить? Нет, это когда используется исключительно люксовая косметика. Вот так. Между прочим, здесь действует скидка. Каждый вторник до 16.00, до 40%. Я задумалась. А может мне массаж головы и лица сделать? Можно, да? Субтитры сделал DimaTorzok